здравствуйте наше видео сегодня будет опять моделирование юбочки и моделировать будем по просьбе подписчика хотят такую юбку пошить к школе или для школы потому что школа уже началась и так давайте рассмотрим на эту юбочку на экс эскизе а кто хочет посмотреть ее на фото которые нам прислали в группу контакте пожалуйста заходите по ссылочке в описании и посмотрите и так то что я вижу по этой юбочки эта юбка имеет высокий пояс высокий пояс который состоит из двух частей то есть вот здесь вот проходит линия соединения шов вшиты лямочки затем юбка имеет карманы состоит предположительно вот как я вижу по юбке что идет шов и еще по одному шву то это состоит она из восьми клиньев то есть четыре клина впереди четыре клинья по спиночке и в боковые срезы вшиты еще вот такие вот отлетные детали которые не доходят до середины переда и они же и вшиты не только в боковые срезы ну вот здесь вот в линию кармана тоже они зафиксированы и давайте рассмотрим как можно такую юбочку смоделировать и рассмотрим мы сегодня это на бумаге кстати говоря забыла сказать что шлевочки вшиты в линию там где сточали пояс с юбкой и там где пояс делится пополам вот там дешево идет для построения необходимо снять мерочки обхват талии обхват бедер длина изделия и высота бедер теперь мы должны сделать прибавки на свободу облегания по линии талии прибавляем один сантиметр по линии бедер прибавляем три сантиметра если вы хотите чтобы она была более свободной пожалуйста можете прибавить и больше это уже как вы хотите и начинаем построение построение будем начинать из прямой линии которую мы проводим сверху вниз и этот отрезок должен быть равен длине изделия затем определяем линию талии подписываем линия низа от линии талии откладываем 13 сантиметров это высота бедра вот мы определили линию бедра теперь давайте произведем расчеты поскольку юбка восьмиклинка то нам необходимо будет обхват талии и обхват бедер с прибавками поделить на 8 61 сантиметр делим на 8 получаем 7 и 6 но мы запишем давайте 7 и 783 разделим на 8 получаем 10 и 4 округляем сторону увеличение сейчас мы будем прорисовывать без прибавок на швы прибавки на швы сделаем в процессе раскроя теперь откладываем по линии талии мы должны отложить всего 7 и 7 сантиметров то есть у нас должно быть 7 и 7 но вот линию которую мы провели это будет центром клинушка поэтому 7 и 7 мы можем разделить на 2 и получается 3 и 8 385 мы откладываем как в одну так и в другую сторону а всего у нас получается 7 и 7 вот мы отложили 7 и 7 то есть весь вот этот отрезок это 7 и 7 по линии бедра мы должны отложить 10 и 4 то есть 5 и 2 в одну сторону 5 и 2 в другую сторону вот линия бедра и теперь соединяем пленушки . бедра с точкой линии и проводим прямые линии с одной и с другой стороны длина юбочки 35 сантиметров значит 35 сантиметров мы должны отложить от по боковым срезом точно также 35 сантиметров и соединяем слегка вогнутой линией вот здесь вот по линии талии я бы может с одной и с другой стороны где-то до 5 миллиметров все-таки приподняла по бокам ну а здесь соответственно давайте немножечко уберем тогда будет по линии талии юбочка ложится немножечко лучше здесь чуть-чуть приподняли здесь убрали эту же величину все вот у нас получился клинушек и таких клиньев нам надо 8 штук не забываем делать прибавки нашего из двух сторон и прибавку на подгибку низа вот в принципе по этой юбочки основное мы сделали мы сделали мы сделали вот такой клинушки 8 штучек и теперь нам необходимо будет сделать вот такие вот накладные детали модулируя эту накладную часть если мы посмотрим на самую бочку то мы видим что если юбка идет 4 клинка вот идет два клина впереди которые будут видны и вот два боковые то на фото видно что нижняя часть идет уже чем четвертый клин вот эту часть видно а здесь перекрывается почти до середины переда поэтому клин который мы имеем который мы уже начертили мы должны по линии талии увеличить и увеличим давайте где-то в половину вот сантиметра на 4 то есть вот я буду сейчас прочерчивать уже другим цветом вот этот накладная часть идет больше и здесь мы просто берем и по линии низа на пару сантиметров на полтора сантиметра мы должны от центра немножко сместиться вот это накладная деталь которая вшивается в боковой срез то есть вот она здесь у нас по линии низа повторяется но в этой части она не пришивная по линии низа она идет ответная вот она проходит тоже в боковом срезе я просто показываю рядом чтобы было видно и вот она точно также она выкраивается по линии талии также мы видим карманчики ну вот здесь вот давайте еще обязательно сделаем прибавку на подгибку потому что мы должны будем подогнуть и и прибавьте здесь сантиметра два два с половиной потому что там такая подгибочка идет не тоненькая вырезая вот эту деталь обязательно сначала ее подогните сейчас если я вот эту подгибку когда вы будете вырезать вы обязательно ее сначала подогните а потом только отрежете то есть с клином все понятно вы клинушка вы взяли вы начертили вы можете его взять еще раз переснять на бумагу и уже потом выкраивать вторую деталь ну вот смотрите мы должны как бы вот так вот сложить вместе там где будет идти подгиб выровнять и вот здесь вот мы должны отрезать где-то те два с половиной сантиметра с одной и с другой стороны то что будет уходить и теперь когда мы возьмем развернем посмотрите что у нас получается видите насколько этот подгиб ушел он не будет идти ровным и вот теперь мы уже его вырезаем здесь подгиб вот он уходит в сторону но когда мы складываем он у нас идет четко ровно по линии низа и по линии талии это обязательно нужно учитывать но я здесь не прибавки ничего не делаю я просто убираю потому что мы делаем это на бумаге теперь с карманами как определиться с карманами и место их расположения то есть естественно мы должны эти две детали во первых эту деталь вы должны будете обработать отдельно по отлетной части и отдельно вы обрабатываете по линии низа а потом вы будете только соединять с боковым срезом соединив с боковым срезом вот здесь уже вместе с боковым срезом вы будете делать карман который будет уходить вовнутрь юбки возможно здесь кармана и нет как бы я то что вижу может быть это идет даже имитация кармана я не уверена что там карман есть но если вы будете его все таки делать то эти два две детали у вас должны быть соединены по срезам то есть вы накладываете срез на один на второй выполняете с двумя вместе то есть две детали вместе карман а только потом вы уже стачаете боковую деталь переда две детали здесь будет вместе с боковой деталью спинки а карман вы определите сами сантиметра где-то три с половиной можете взять и насколько должен быть он по высоте карман его длину вы уже определите сами измерьте руку которая будет входить в карман и добавьте нужное количество сантиметров чтобы было комфортно рукой входить в карман и уже определитесь сколько же все таки нужно сантиметров также необходимо учесть что когда вы будете производить раскроем на на ткани две детали которые будут серединой спинки вы должны увеличить прибавки по линии шва там вы будете делать для того чтобы вшить замочек потому что если вы будем будете прибавлять по одному сантиметру возможно для замочка вам будет маловато поэтому это учитывайте и сделайте прибавочку побольше и так подводя итоги мы с вами сегодня сделали юбку восьмиклинку восьмиклинку расширенную к линии низа юбка смотрится типа трапеция и рассмотрели как раскроить и выполнить без ошибок вот эту вот отметную деталь мы с вами не разобрали только пояс пояс вы определитесь пожалуйста сами какой же ширины вы будете его делать если вам скажу что пояс обязательно вот если вы будете пришивать шлювочки учитывайте это и делайте либо прибавку на шов по линии пояса либо делайте пояс не сточной а закладывайте сразу вот давайте так предположительно я вам просто сейчас покажу вот например вы определились и у вас будет вот такая вот ширина пояса то есть широкий вы его делаете и вот в этом месте где будет у вас линия пришивание шлевок вы их можете наложить и не отрезая эту деталь не отрезая вы можете вот так вот сложить пройти швом на 0 5 миллиметров и отвернуть когда вы уже отвернете у вас уже будет вот такая вот деталь выполненная по юбке и вот здесь вот идут уже шлевочки а здесь вы сверху пройдете отделочной строчкой ну я почему-то думаю что именно вот такая вот часть вот такая деталь идет именно впереди вот я с юбки юбку со стороны спинки не видела но я почему-то думаю что на спинке как-то сделано по-другому моделирование юбки мы выполнили на ваш вопрос надеюсь я ответила всем желаю удачи чтобы у вас все получалось вам было приятно шить их и приятно носить вещи которые вы сделали своими руками всем пока а